ребята всем привет мы находимся в колледже водных ресурсов рядом со мной артём вот он учится в этом колледже вот мы приехали сегодня в класс где я немножко буду его обучать всяким узлам вот сейчас покажем что было сделано для соревнования для примера и потом постепенно постепенно что мы будем делать будем вам показывать и снимать на это на видео будет интересно я думаю так что поехали давайте сразу одним кадром начнем с первого с первого скажем так стенда так переверну с болью не с глянешь да значит решение было где у нас бумажка вот она бумажка по заданию конечно кто придумал эту бумажку отдельная благодарность хочу конечно то есть у нас нижняя часть обшивается картинами все можно посмотреть вот они вот так вот смотрится вот здесь получается выемка из бруса здесь на стены жоп вот он выемка из бруса вот он стены желоб далее подсоединение желобу на двойной стоячий фальц и здесь тоже на двойной стоячий фальц по факту смотрим что у нас вышло никакого двойного стоячего фальца здесь нету здесь соответственно тоже ничего нету такого конверт вообще другую сторону замотан получается здесь если развернуть посмотреть что там внутри подай пожалуйста ким гибари сейчас до всего докопаемся а можно у меня что же привез я что же привез инструмент просто интересно отсюда заглянуть что там внутри творится так и киен очко то любую русские что же мы видим мы видим что здесь полноценный разрез идет то есть под пальцем под пальцем хотели скрыть дырку внешне к соревнования шлет я видел вот эту дырку поэтому и знал куда лезть смотреть вот такая вот здесь дырка идем дальше здесь вроде все нормально вроде бы первого взгляда но вот в этом месте у желоба он бы никогда его бы здесь не заложил потому что фальц уже стоячий когда сейчас будет идет лоток мы об этом проговорим то есть по факту это испорченный узел и никуда не годится вообще никуда не годится это полностью кровля брак но и двойная подводка картин вот такая вот двойная подводка наверно выше была но почему-то она слетела это двойная подводка ну вот как то так так идем следующему следующему идем здесь у нас работал тоже курсант но у него не сдалось сразу же с низом с картинами не очень вот тут вроде бы вроде бы все пошло более-менее нормально но в таких местах обычно делается разуклонка но так как по задаче это разуклонки нету поэтому ее и не делали далее что мы тут видим видим это мне кажется дырка видим это дырка видим это дырка докопаемся до всего докопаемся до всего дырка вот у меня еще и микрофон включается да так микрофон вернули на место но и следующее задание над стены жил если люди хотят там знаешь где по 300 рублей вот могут сразу отсюда сразу забирать и как раз по 300 рублей будут делать то есть просто люди не знают как ну надо было делать правильно вот и научить некому так тема твоя работа в принципе все было сделано правильно у тебя на начало твои ошибки давай по этому месту сразу внутренний конверт должен был дальше пойти вот здесь в принципе тоже правильно этот конверт куда пошел жил бы он просто пришел бы загнул бы вот здесь бы тоже на мысик повел вот здесь подогнуть не успел подогнуть да потому что не прямо не сформирован еще фальц но ошибка в чем была слишком зарез он должен был у тебя идти плавно и выходить на два с половиной сантиметра примерно до конца вот поэтому ну и сейчас тебе все покажу как это все делается вот но если доработать и доработать да то есть низ низ из всех низ конечно у тебя лучше всех вот идем дальше идем дальше говно сталь все стали у нас же концерн сисайби не может нормальный для учащихся предоставить нормальный металл жопятся жопят жопят жопашники сисайби вы жопашники вот северсталь видите не жалко ну и ладно скоро будем кровли северсталь где каком кашемиры а вот стать там еще кое-что скажу так ну здесь что по низу по низу более-менее но взрос ошибка здесь сразу он здесь ну может и прикроет здесь здесь вылет большой сразу вот наверху чуть там тоже непонятная непонятные вещи наделано так это что у нас снимаем выбираемся так внутренний конверт хорошо зафальцевал на двойной фальц выиграл вроде зафальцевал но с мысиком полная беда вот двойной фальц не зашел никак тут короче что-то на что фантазии хватило на что фантазии хватило Антон Репили да но ничего ничего страшного это же только учатся ребята они же не знают как делать и никто не показал поэтому вот так и делают ребята которым никто ничего не показывает или показывать на словах ну вот видишь нарисован да как обычно вам нарисовали вот так вот сделаете ты возьми покажи своим примером как это правильно делается а на рисунке или в книжке вот тебе книжки и учись по книжке это все ерунда надо учиться с мастером поэтому книги они для более уже просвещенных людей чем для новичков ну и здесь что более-менее более-менее вроде более-менее вот здесь бы он дырку бы не закрыл с торца вот здесь вот никак вот из его пошла на фабочка ну здесь бы была бы небольшая дверечка здесь он пытался зафальцевать забить но даже не получилось не знает как правильно сделать ну мы не будем делать с собой аналогичный макет такой же потому что это бред я не знаю под чем человек что человек курил когда этот макет придумал извиняюсь сразу с михаилом но это ну мне это не нравится не согласовали ни с кем ничего и вот сделайте и все поэтому мы тут решили сделать свой макет сейчас мы это все здесь демонтируем вот и сделаем свой макет пока поставим на таймлапс вот вот на сегодняшнем этапе что у нас там взял у нас макет более-менее поправленный вот мы хотели мы хотели сейчас еще обшить обшить эту клубовую доску полностью элементами вот поставить капельник и идти уже дальше на но есть такое чувство что эти макеты скором времени будут разбираться вот поэтому мы не стали слишком сильно утверждаться вот поэтому сейчас мы здесь поставим карнизную планку по по кругу и будем отрабатывать два сливных надстенных лотка вот возможно возможно мы их выведем еще в гендовую вот и поставим там трубу там трубу поставим вот пока вот так вот будем делать такой план вот сейчас нарисую как это примерно будет у нас есть 1 2 3 скат 4 у нас есть яндова у нас нет вот то есть что мы делаем мы ставим сюда лоток кливной от желоба уводим желоб к яндове здесь у нас лоток вот приводим его сюда здесь у нас получается так так переводим его сюда и выводим сюда здесь же бывает случай когда надо чтобы перелив воды шел через яндову бывает когда надо чтобы с одного ската в одном пошло вот или в другую сторону мы в этом случае будем делать так чтобы у нас с этого ската с этой половины ската ушло в этот лоток с этой половины ската ушло в этот лоток ну и еще для бонусов поставим здесь две трубы чтобы их обойти пока вот так вот все пойдем учиться это не так сложно да сейчас там Артем Артем покажется как говорится так нам нужно давай замеры снимаем берем рулетку где-то была у меня есть хорошая рулетка хорошая 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 прям вот она лежит в компании жоп жопашников которые на соревнования даже нормального нормального металла не дали вот держи держи смотрим что не 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 вот отсюда метр двадцать пять с до до метр тридцать на метр тридцать на метр они скорее всего да метр двадцать метр двадцать восемь ну давай метр тридцать пять а метр тридцать пять сделаем конечно же будем делать наверное все из чего из урала из урала будем делать нормального металла будем делать не тот говняный тот говняный сейчас камеру поставлю на таймлапс вообще поставить зачем капельники снимать как сделать суши Давай поднимаем, как это было в основном, на этой шарфянке и на этой шарфянке. Это дождь. Отдел. Работаем. Затем. Удобно. Вырежем. Возже, да? Удобно. Получается чуть чуть Держи. Покупайте правящий кекс в первую очередь стапом, вот такой вот наберитель, это цеховой, тяжелый, цеховой инструмент, девочки. То что этот станок большой, он громоздкий, громоздкий и с ним не очень удобно работать, особенно одному. Этот весь станок весит 70 килограмм, полностью в сборе, понимаете, да? Этот, я не знаю, кто в этот колледж заказывал инструмент вообще весь. Ну я подозреваю, кто советовал, вот, наверное какая-то маржа там была своя. Вот, я говорю только то, что я думаю, может это не так, может я ошибаюсь, но судя по первому инструменту, который я здесь увидел, по станкам и всему остальному, у меня сложилось такое впечатление. Может быть она ошибочная. Как-то так, пойду по магону. Может быть она ошибочная. Ага, вот, вот. Есть? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А еще я вам расскажу. Такую вещь. Все молчали киянки. Все язык в жопу засунули и молчали. После того, как я на киянке об этом сказал на фейсбуке, все сразу, ну да, такое, бывало-бывало-бывало. А до этого все ходили с языками в жопе. Вот. Что я имею в виду? Сейчас, подождем. Что я имею в виду? Что у компании СИСАБИ при заказе их металла, вот, есть такая вероятность, допустим, вы привозите металл. Ну, скажем, вот такого цвета, да? Партию, на всю крышу. Привозите вот такой вот цвет. И вам не хватает, допустим, квадратов. Ну, у вас в крыше, допустим, квадратов 500. И вам надо еще довести квадратов 300. Ну, такого же цвет, такого же металла. Когда к вам приходит металл, вроде смотрите, да, а все, ну, а тот же оттенок, все то же самое. Но структура другая. И когда смотрите на крыши, они абсолютно разные. Абсолютно. Вот. Везде на сайте, везде на СИСАБИ об этом молчок. Везде все, кто продает металл, вот этот вот, тоже везде что-то... Вот лично я нигде не видел. Мне там говорили, что... Там вроде где-то говорили, или там вроде в Минске говорили, там ты просто не слышал. Я не слышал. Я вот не слышал. Я вот вам об этом говорю. Что есть такая возможность. Если вы заказываете на нас большой объем металла от СИСАБИ, вот, и у вас в какой-то момент надо заказать еще металл, может быть такая вероятность, что металл придет таким же оттенком, но с другой структурой. И отличаться он будет на крыше, как матовый и как глянцевый. Я вот здесь вот еще вот в этом моменте прикреплю пару роликов, вот, небольших, где это будет наглядно видно. Будьте бдительней. Так, что у нас тут? Так, что мы делаем, что мы делаем? Что у нас тут? Я выжил, я выжил, я выжил. Я вам на утро у нас сказал. Еще одно что? Чуть-чуть подниму. Понял. Да, ну, ну, чтобы она вперед ты подошла туда, или что? подниму так было. В смысле, вот, вставь ее в правую часть. Вот, а сейчас, что мешает? Добрый день. Видишь, нам... Только проблем было вот с ССИМом. У вас. Когда вот чуть-чуть угол не так сделали. Ха-ха-ха-ха. Сейчас я покажу. Давай ножницы. Дожницы гибари. Давай, наверное, мою сумку. Так, и я возьму свою линейку. У меня сегодня немножко бомбит. Но вы не обращайте внимания. Я же правду говорю. Не вру. Значит так. Мы будем нахлёстывать туда ее, конечно же. Так, у нас по факту сейчас уперлся у нас тут лишнего. Видишь, она чуть-чуть не в той позиции, да? Угу. А вот. Вот. У нас тут лишнее получается семь, семь, три, пять. Четыре сантиметра. Угу. Четыре сантиметра лишних это у нас получается. Может, у нас залезть. Так, где у меня все карандаши, да? Вот. Вот. То есть у нас по факту четыре сантиметра это у нас излишка. вот здесь она у нас сейчас прям там упрется, правильно? Прямо сюда упрется. То есть вот эта часть у нас пойдет на янгову. Да. Но нам надо сделать зацеп, правильно? Угу. Поэтому мы здесь отрисовываем четыре. Нам большой хвостик не нужен. Ну, мы можем сделать где-то два. Все, держим. Все, держим. Все, держим. Отрезаем. Отрезаем. Отсюда на угол наверное где нас упирается. А еще я хочу сказать что скоро появится еще ролик про разные крыши. Там про гибкую черепицу вот про защелку появится конечно же обязательно появится. А то ее называют клик-фальц. На самом деле в Америке называют клик-клок. Ну, то есть шов, да? Вот. но они что сделали они взяли слово одно английское а другое немецкое взяли назвали это все клик-фальц не клик-клок так же вот взяли бы и английское слово полностью переначали бы да? Нет клик-фальц а что у нас люди думают когда говорят про фальц что это фальцевая кровля но это неправда вот поэтому люди когда вам говорят что у вас фальцевая кровля или скажем защелка да ничего общего с фальцем у вас кровля не имеет у вас подобие фальца имитация все много чего расскажу сейчас зима видите будет время будут приходить вот сюда в цех и всякие вам интересные рассказики рассказывать про разные технологии и как и как манипулируют людьми так что вот так все будет все будет хорошо но во всяком случае у нас у вас не знаю насколько вам впарят продавцы а у нас что не продавец на рынке вранплайне легенде еще они все специалисты все прям как эти в профиле там в уникме все специалисты на самом деле пиздеж хотите обижайтесь хотите не обижайтесь это моя точка зрения другой капель не поставляй я rotating а да так как вы